Всем привет, мои красотки! С вами Светлана. И сегодня у нас обзор заказа Avon по 11-му каталогу. Вот такая тяжеленная коробка. Давайте скорее ее распаковывать. Ну что, девчонки, я ушла от пунктов выдачи Avon, потому что, во-первых, там очень долго. Доставка дольше через Пакпоинт, хотя и дешевле. И вернулась к Пакпоинт. Ой, ой, смотрите, счет-фактура прилипла к скотчу. Счет-фактура, конечно, в идеальном состоянии, как всегда. Вот так мы ее оторвем, половина осталась. Ой, коробка прям битком, девчонки, коробка прям битком. Много всего интересненького. Давайте начинать. И вроде как все пришло. На этот раз даже есть какие-то допоставки с 8-го или 9-го каталога. Давайте в хаотичном порядке буду все доставать. Заказала два пакетика, девчонки, я думала, они поменьше, они такие здоровые. Хотела девочкам своим заказом положить. Вот такие два пакетика. Ладно, поехали дальше. Так, Ив Конфиденц в объеме 30 мл. Девчонки пришла в слюде, но без наклеечки. Заказала у меня знакомая, попросила какие-нибудь классные, не очень дорогие духи. Вот в этом каталоге как раз в 11-м, да, была очень вкусная цена на 30 мл. И мы с ней понюхали страничку, и я сказала, что это действительно стойкий, крутой аромат. Хочешь крутой аромат, бери эти. Так, дальше. Девочки у меня заказали на подарок, наверное, для своих любимых. Наборчики X-Series. Мы тоже брали X-Series туалетную воду мужу. Она, по-моему, с чем-то в наборе была, девчонки, если я не ошибаюсь. Здесь должно быть что-то есть что. Что-то еще. Гель для душа. Да, вот они, гель для душа. Набор был 300 с чем-то рублей, по-моему, вообще, то есть это ни о чем. Аромат классный. Не сказать, что он сильно стойкий, но я на одежде у мужа на следующий день тоже ощущала его. Очень бюджетный, очень крутой аромат. Мне прям нравится. Есть какая-то и сладенькая нота, и мужская, и терпкая. В общем, все супер. Нигде не могла спрятаться от солнца, но здесь светит, уселась на кухню. Ладно. Так, дальше, девчонки, у меня решили попробовать моноароматы. Их тут у нас целых четыре. Так, один мужской, пюр океан. Они все приходят, девчонки, не в слюде. Женские тути-фрути, спарки цитрус и лавли эйпл, яблоко, которое, вроде как, говорят, не пахнет яблоком. Девчонки, я думаю, меня простят, если мы с вами потестируем яблоко. Хотя бы поймем, как оно пахнет. Что самое интересное, яблоко приходит вот такое вот синее. Заглушка. Нет здесь яблока, девчонки. Вообще никакого яблока здесь нет. Абсолютно. Хотелось почувствовать, да, какое-то зеленое такое яблочко. Нет, ничего подобного. Какой-то цветочный аромат. Действительно, здесь нет яблока, девчонки, имейте это в виду. Моноароматы, это все на заказ. Это все на заказ. А я себе взяла, девчонки, по аутлету водичку люкс, премьер люкс. Она уже у меня была, приходила, по-моему, в подарок от компании. И мне безумно она понравилась, но у меня ее на работе прям сразу отобрали. А мне так хочется, а в каталогах ее нет. И тут вот она была по 799 рублей. Все люди, кстати, девчонки приходят. По 799 рублей она была по аутлету. Получается, и скидка на нее была 15%. Сейчас я вам скажу, сколько она по факту получилась. 670 рублей она получилась со скидкой. 679. Ну, нормальная цена для такой воды, потому что она крутая. Вот у меня девчонки просили описать ее. Я не могу вам описать, потому что я не умею описывать ароматы. Я могу вам сказать, что она крутая, и все. И флакон у нее крутой, и аромат у нее крутой. Я вот никому ее теперь не отдам. Будет она в моей коллекции. Фигушки. Она мне очень нравится. Она стойкая. Ой, класс. Она пахнет дорого. Я чувствую какие-то и фруктовые нотки, и сладкие, и древесные, девчонки. Вот она действительно крутая. И раскрывается она очень-очень интересно. И она не одногранная. Все-таки спустя какое-то время она звучит немножко по-другому. Мне нравится этот парфюм. Я хотела его к себе в коллекцию смотреть. Тут такое желтенькое дно, а сам флакончик светленький. Так красиво смотрится. Действительно премьера люкс. И это дорогой действительно аромат. Кто его пробовал, у меня есть знакомых, сказали, это действительно дорогой аромат. Отдай мне. И я дала. Ну, теперь он есть у меня. О, я балдею, девчонки. Все. Я рада, я счастлива. Так, дальше. О, это тоже мое. Но парфюм попозже, а то у меня пока этот аромат в носу. Так, девочки у меня заказывали скраб для тела из линейки Naturels. Я не пробовала именно этот скраб. У меня сейчас алоха закончился. Классный, кстати, скраб понравился. С ароматом розового грейпфрута и абрикоса. Сочный гранат и манго освежающий спрей для тела. Давайте попробуем. Кстати, не сильно бьет спирт, вообще не сильно бьет в нос. Я прям чувствую, действительно, манго. Слушайте, круто. Я уже отчаялась найти в Эйвен какие-то достойные лосьоны. Мне действительно круто пахнет. Вообще супер. Еще один лосьончик, девчонки, это маракуйя и пион. Вот так он выглядит. Объем такой странный. Я думала, мало ли. В Эйвен-то все бывает, девчонки. Можно что хочешь ожидать. И маракуйя пион не сильно спиртом бьет в нос. Тоже чувствуется маракуйя. Такой вот у них похож немножко с манго аромат. Приятный тропический. Классно. Супер. И мужской моноаромат. Он, кстати, девчонки, приходит в слюде. Это новый аромат. А тот голубенький у нас был не мужской. Да, это был женский пиор океаник. Насколько я знаю, хороший свеженький аромат. А мужские в слюде. Видите, как интересно. Ну да ладно. Гель для душа. Абсолютная чистота. Белый мускус листья бамбука. Вот такой вот он прозрачный. Очень густой, кстати. В Эйвен практически все густые, но все равно отличается консистенция. Вот я сколько разных брала, есть разница. Свежий классный аромат. Так, дальше, девчонки. Что у меня тут еще интересного? А, девчонка заказала себе ослепительный блонд бальзамополаскиватель. У меня была эта серия, но, к сожалению, мне шампунь Эйвен не очень подходит. У меня от них потом чешется голова, зудит. Но в плане ухаживающих свойств они великолепны. После них действительно блестят волосы, они действительно мягкие. И вот эта серия, ослепительный блонд, да, она синего такого фиолетового цвета. И для совсем светлых девочек, да, она будет убирать желтизну. Если, допустим, блонд такой не критичный, не светлый совсем, да, то там практически никакой разницы. Хотя я пробовала и держала этот бальзам как маску подольше. Вот для такого блонда, но это у меня уже даже не блонд, нет, не уберет желтизну. А вот для девочек, которые совсем белые, да, действительно он работает. Так, дальше, девчонки. Вот как раз-то заказ пришел с восьмого или девятого каталога. Заказывала у меня знакомая дезодоранты. Он дьюти, мужские. Вот именно вот в таком исполнении, два одинаковых. И вот они допришли. Надо же, все потихоньку доприходит. Вроде больше долгов у Иван передо мной нету. Так, дальше, девочки. Я заказала себе вот такой вот ухаживающий ночной крем для ног с экстрактом лаванды. Вы мне давно его хвалите. Говорите, что он действительно питательный, действительно крутой. И, наконец-то, я увидела его в каталогах. Мне захотелось попробовать. Это линейка Foodworks. Ой, он не запечатанный никак вот так вот. И пахнет, правда, лавандой. Травянистый такой аромат. Слегка вот зелененький бы я даже сказала. На самом деле он сиреневый, достаточно густой. Давайте с вами протестируем его на руки. Смотрите, какая густая консистенция. Аромат мне нравится. Я бы сказала, знаете, аромат чая и какой-то травы. Вот как бы я характеризовала его. Слушайте, действительно питательный. Действительно питательный. Буду пробовать на ноги. Вдруг он даст фору моим любимым гладким пяточкам от Faberlic. Посмотрим. Я люблю такие средства на ноги и на руки, потому что кутикула безумно сухая. Ладно, к крему пока пятерка. Девочка заказала у меня матирующий крем для лица. Огурец и чайное дерево. Я, девчонки, тоже на эту серию давно смотрю, потому что всегда нахожусь в поиске идеального матирующего средства для лица. Но как-то вы меня отговаривали от этого крема. Даже не знаю. Я потом у нее обязательно спрошу, матирует он или нет, утяжеляет или нет. Девчонки, если вы пробовали, напишите, как вам. Так, что тут у нас еще интересненького. Я заказала себе сережки же. Я говорила вам, что буду брать комплекты бижутерии, но я решила, что подвеску брать не буду. Если приобрету какую-нибудь, то какую-нибудь капельку на тоненькой цепочке, потому что я ношу крест не снимаю. А цепочка с крестом и рядом другая подвеска, мне кажется, будет смотреться не очень хорошо. Это Мариша. Бижутерия Мариши. Серьги. Код 131 22 68. Вот так вот приходят они красиво упакованы. На них скидки не было, потому что, по-моему, это какой-то благотворительный фонд, насколько я поняла. И мы приобретаем эту продукцию без скидки. Ну и без скидки за копейки, девчонки, сережки 250 рублей. Для красивой бижутерии это вообще не цена. Я увидела расцветку и поняла, что это мое. Вот так вот коробочка внутри выглядит. Здесь инструкция. И вот так упакованы сами сережки. Так, девчонки. Ой, ну красиво. Я просто сейчас вот люблю как-то все в коралловых таких тонах. И они мне подходят. Я вам сейчас обязательно покажу их поближе. Вот, девчонки, как выглядят сережки. Они достаточно крупные. И вот как они выглядят вблизи. Очень красиво. Так нравится вот это вот сочетание цветов. Здесь прям вот смотрится шикарно. Я бы сказала, никогда не скажешь, что такие сережки могут стоить 250 рублей. Очень красивые. Сейчас оденем, наденем, девчонки. И посмотрим, как они будут смотреться. Для тех, у кого аллергии на бижутерию, иван или какую-либо другую. Девчонки, у меня отвалился замок, когда я открывала сережку. Блин, ну что такое? Я не буду делать возврат за 250 рублей. Сейчас покажу. Вообще, конечно, я так их хотела. Я их безумно хотела, девчонки. Вот он отвалился, фокус. Вот он здесь отвалился. Видите? Вот такой вот пластик. Благотворительная акция называется. Делает иван. Вообще, конечно, я в шоке. Не так хотелось их поносить, но я вам сейчас покажу все равно, как они смотрятся. И не говорите мне потом, девчонки, что я в каждом видео говорю плохо что-то об иван. Сейчас вот вторую буду открывать. Сломается, не сломается? Посмотрим. Отвалится, не отвалится? Она еще так туго, девчонки, отсюда вылазит. Это вообще какой-то капец застежка. Странная. Я даже не могу ее вскрыть. Сейчас тоже отвалится и капец. Нет, но это не отвалилось. Поэтому я вам покажу, как они смотрятся. И лайфхак про бижутерию. Если у вас аллергия на бижутерию, чешутся уши и так далее, воспаляются, то... Блин, я не могу застегнуть. Это нереально практически. То покройте лаком, вот то, что вставляется в ухо, да, покройте прозрачным лаком, дайте ему высохнуть и носите с удовольствием. Нет, эта сережка не закроется. Поэтому я вам сейчас покажу так, как они смотрятся. Блин, а так хрен покажешь. В общем, она так туго сделана. Сейчас попробую разогнуть. Терять мне нечего. Одна и так сломанная уже. Сейчас немножко разогну эту дужку, куда это все дело вставляется. Замок жутчайшей, девчонки. Просто жутчайший замок. Я не знаю, кто придумал их такие замки. Это капец. Жалко, конечно, что они сломались. Очень красиво, сережки. Застегнуть их нереально. Она не застегивается. Я расстегнула ее с трудом. Поэтому вот показываю вам вот так, как они будут смотреться. Да, видите, она опускается, потому что она не застегивается. Очень красивые серьги. Я бы их с превеликим удовольствием носила, если бы они не сломались. Еще в заказике вот такой здоровенный гель для душа, кактусовый перевал. У меня муж попросил на работу какой-нибудь гель для душа. Я решила, что вот это самое. Смотрите, какой он густой. Очень густой вообще просто. Класс. Я не брала, по-моему, как-то свой перевал. С момента его появления мне очень интересно понюхать. Смотрите, я даже крышку открыла. Прикольно. Свеженький аромат с примесями алоя. И немножечко мужского шипра. Прям совсем немножечко. Мне нравится. Хотя я шипр не люблю. Здесь все как бы деликатно. Очень приятный аромат. Классный. Опа. Вот такая вот бодейка. Цены были хорошие на гель для душа в этом каталоге. О, тут даже написано, что он увлажняющий. Смотрите, нарисовано как. Вот. Здорово. И в Нейтшерлс роскошное питание маска для волос. У меня знакомая попросила бальзамчик либо масочку. Масла у нее иванские есть. Она их очень любит. У нее сухой волос. И вот эта маска с ароматом алоэ и макадами. С ароматом, заметьте. Они не обязательно должны быть в составе. Это просто аромат. Роскошное питание. 125 миллилитров. Такая маленькая баночка. Она разрешает мне все смотреть. Банка не запечатанная. Голубоватая консистенция. Пахнет здорово. Действительно макадами. Я уже знаю этот запах. Много средств с ним брала. Очень вкусненький. Вкусно. Вкусно пахнет. Надеюсь, что и понравится ей консистенция. Я обязательно потом у своих знакомых спрашиваю отзывы. И в обзоре каталога буду с вами ими делиться. Поехали дальше. Заказала из линейки Frozen детский ароматический водичку спрей. Вот такую вот в подарок. Мы пойдем на день рождения к девочке, которая любит очень вот эту вот тему. Эльза, холодное сердце и так далее. Мне нравится безумно аромат этой линейки. Мои дочери тоже в свое время дарили набор целый. Вот этот Frozen. И я обожаю. Я у нее прям потылила духи и ими пшикалась. Они еще, кстати, где-то есть надо найти. Запах бомбический, девчонки. Не только для детей, но и для взрослых. Так, дальше что тут у меня интересненького. Тональный крем Even True Color. Это не мой заказ. Я вам сейчас просто покажу, как он выглядит. Надеюсь, что он не желтит, потому что Even этим грешит. Оттенок, по-моему, Almond. Сзади, девчонки, написано. Я сейчас найду его в счет фактуре. Посмотрим, что за оттенок. Да, оттенок Almond. Это у нас матирующий тональный крем спокойное сияние. Кстати, очень классный оттенок. Камера больше желтит. Он прям натуральный. Вот он даже мне бы подошел, мне кажется. Очень красивый. Я думаю, что он не будет окисляться, не должен окисляться, не должен желтить. В пузыречке оттенок прям вот класс. Супер. Так, дальше, девчонки. У меня в заказике помада из линейки Even True. И она совсем запечатанная. Мы с вами оттенок даже не посмотрим, не будем на ней останавливаться, потому что не моя. Так, и вот как раз приз, про который я вам писала во вкладочке сообщества, да, спрашивала, как вам аромат. Приз по программе, по программе, девчонки, сейчас скажу. Счастливый заказ. За 35 рублей мне пришла водичка Even Espear Debut. Вот как она выглядит. Я у вас спрашивала отзывы и как-то мнение разделились. Кому-то он нравится, кому-то не нравится. Он пришел с людей, это круто на самом деле. И сейчас и я попробую, нравится он мне или нет. Мне пришла смс. Я не знаю, можно, конечно, попробовать повбивать коды. За заказ, по-моему, от 3000 или от 1500 даже Espear. А за заказ от 5, если мне не изменяет память, Your Story должна была быть. Но мне прислали смс только вот про эту водичку, и я вбила код, и она мне пришла. Хотя у меня заказ был больше 5000. База для расчета скидки. Так, счастливый приз. Код 602-13. Сейчас попробуем с вами, что это у нас за аромат такой интересный. Флакончики у Espear красивые такие. Лаконичные, но симпатичные. Терпкий аромат. Правда, вы мне писали, действительно терпкий. Вы знаете, но мне нравится. Такое ощущение, что здесь какие-то специи чувствую, девчонки. Может, даже корица. Мне нравится, это мой аромат. Да, я люблю такие ароматы. По идее, он должен быть стойким, но нужно поносить, попробовать. Не на жару, нет, конечно, не на жару. Но мне нравится, это мой аромат. Да. Пригодится однозначно на холодное время года. Может быть, даже на раннюю осень я его оставлю. Вот чувствую какой-то, девчонки, терпкость, как будто здесь есть какой-то букет специй. Очень интересный. Я вам описываю, как есть. Я не вижу смысла из каталогов зачитывать вам альфракторную пирамиду. Вы и так ее можете сами прочитать. Я вот как мне кажется говорю. А так классно. Посмотрим, будет ли раскрываться. Аромат интересный. Не пожалела, хорошо, за 35 рублей. Ладно, бонус. Окупились сломанные сережки. Ну вот, вроде и все, девчонки, вам показала. Коробочка, да, моя пуста. Здесь у нас что пришло? Целых два фокуса. Мне не пожалели, девчонки. Целых два. Это вообще как щедра компания. Я заказывала один. Outlet. И каталог уже 13-й. Красивый, с вот этими вот новиночками, которых многие ждут. Эликсиры любви от бренда номер один в России. Девчонки, давайте с вами затестим-то. Чего ожидать? Смотрите на первой страничке, как здорово приклеена вот эта штучка. Только на первой, на других нет. Готова снова влюбиться, девчонки, написано? Открой. Так, ладно. Я готова. Я всегда готова. Ну, не знаю. Premier Lux лучше. Какой-то цветочный аромат. Не мое. Может быть, конечно, надо в пробнике взять, разнюхать. Это цветочно-цитрусовый аромат. Следующие, девчонки, второй цветочно-восточный аромат. Вот здесь, по-моему, турецкая роза. Вот этот вот. Сейчас попробуем. Это действительно роза. Да, роза. У меня есть духи из Болгарии, которые с розой. Вот это роза, вот чистая роза. С небольшими там примесями. Прям вот роза. Я не стала бы такой на себе наносить, честно говоря. И третий аромат, цветочный аромат жасмин тубероза. Третий. Пробники можно будет взять за 20 рублей. Фу. Девчонки, вот этот вообще нет. Более-менее первый. Он какой-то горьковатый. Горьковатый жасмин, который с чем-то смешан. У меня же такое ощущение, что во рту прям горечь. Нет, вообще нет. Нет, нет, нет. Сейчас еще первый открою. Вот первый еще более-менее, да. Первый более-менее, но тоже я бы не стала такой носить. А вот эти два, это вообще, конечно, полный трэш. Ну, для любителей розы нет, пожалуйста, как бы, ничего не хочу сказать. Так, ну вот и все, мои хорошие. Если видео понравилось вам и было полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я прощаюсь с вами до следующих видео. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.